Много в нашей стране есть праздников, но, пожалуй, самым оптимистичным и устремленным в будущем является День Молодежи. Активные и неравнодушные ребята, учащиеся, студенты, общественники, спортсмены пришли на Театральную площадь, чтобы принять участие в праздновании. Тему продолжит Андрей Вишневский. День Молодежи давно уже стал отличным поводом не только хорошо отдохнуть и повеселиться, но и поговорить о том, что волнует наше юношество, куда следует направлять силы созидания. Славянской молодежи есть чем гордиться. Ребята успешно учатся, совершенствуются в профессии. Выпускники старейшего на Кубани Славянского сельхозтехникума только что получили дипломы об его окончании. Так что для них этот день – двойной праздник. У нас проводились всякие конкурсы, соревнования, концерты были, много было мероприятий, посвященных этому дню. За четыре года мы везде поучаствовали, нам очень понравились все мероприятия. Дипломированные специалисты будут развивать экономику, создавать свои семьи, двигать жизнь дальше. Молодежь – вот наша главная надежда на будущее. Самые добрые слова поздравлений и пожеланий прозвучали в этот вечер со сцены. В Славянском районе самая креативная, самая умная, самая талантливая, я отмечу еще, самая красивая молодежь. Потому что вы работаете и учитесь для того, чтобы наш Славянский район был лучшим районом в Краснодарском крае, лучшим на юге России. От имени главы нашего района Романа Ивановича Синяковского передаю вам огромнейший привет, чтобы у каждого из вас сбывались мечты, чтобы у всех была масса положительных эмоций и самое главное – здоровья. Все многочисленные молодежные инициативы и дела находят поддержку и доброе содействие со стороны сотрудников Управления по делам молодежи, для которых День молодежи стал как бы профессиональным праздником. Поздравляю всю нашу славянскую молодежь с этим замечательным праздником. Стремитесь в будущее, будьте успешными, получайте образование, находите работу, создавайте семьи. Именно для этого и создан, собственно, человек и наше общество. Ну и всех сотрудников нашего Управления по делам молодежи, всех, кто реализует молодежную политику у нас в городе, в районе. Я тоже поздравляю с этим днем. Пусть это будет как будто бы наш профессиональный праздник. А между тем на театральной площади работали интерактивные площадки молодежного арбата. Ребята с радостью мерились силами на столе для армрестлинга, соревновались в меткости, играя в стритбол. Костюмы для состязаний сумо также никого не оставили равнодушными. Принять участие в празднике пришло немало общественников, которые в своих учебных заведениях на отличном счету. Когда ты чем-то занимаешься, то ты получаешь за это какие-нибудь поощрения, поездки, также выступать, соревноваться с другими ребятами. Мы ездим в разные города, а помимо того, это очень увлекательно. Я не знаю, как без этого можно жить, ведь это то, чем хочется заниматься изо дня в день. Молодежные творческие коллективы Славянского района порадовали всех собравшихся своим искусством. Были и танцевальные композиции, и хорошие песни. Концертную программу продолжила рок-группа «Экзистори». Ее ритмичная музыка была созвучна настроению собравшихся. Мы хотим донести нашей молодежи, что нужно вести действительно стоящую жизнь. Нужно найти свой смысл жизни и не тратить свою жизнь попусту. То есть времени нам всем дано очень мало на самом деле. И чем раньше ты это осознаешь, тем лучше для твоей жизни, тем продуктивнее это будет. Поэтому мы как бы решили писать тексты о социальных темах. Празднование продолжилось молодежной пенной дискотекой. Этот день запомнится ребятам надолго. Праздник еще раз показал, что перед нашей молодежью открыты все дороги. Твори, выдумывай, пробуй все в твоих руках. Это прекрасно знают славянцы и смело берут на себя ответственность по реализации молодежных инициатив. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...